вот они уточки прилетели уже к нам апрель месяц пора уже заряжать патрончики всем охотникам и рыбакам привет сегодня я посвящаю это видео чисто для охотников самозаряд патронов 12 калибра в домашних условиях сегодня я вам покажу как я применяю и как я заряжаю и расскажу проективные фишки скоро у нас открытие весенней охоты на водоплавающий вот не торопясь я решил заряжать патроны ну и поделиться с вами значит сегодня у нас будет 12 калибр гильза я уже живело уже вставлял капсуля навеска будет 36 граммов контейнеры тоже купил на 36 граммов порох значит сунар очень хороший порох и тройка будем заряжать тройку почему я перешел к такому методу но она как бы и дешевле выходит и магазинах магазины именно патроны просто порох не досыпают я сам проверял сам скрывал взвешивал сколько навески пороха в общем они не досыпают для моего ружья инновационного это arms neo просто не хватает порохового заряда были такие моменты когда надо уже вот-вот стрелять после первого выстрела допустим 1 промахнулся 2 вот-вот уже начинаешь точно знаешь что попадешь не тут-то было и закусывает просто патрон патроники пока ты там ковыряешься его достаешь уже вся дичь разлетает и применяем такую закаточную машинку по одному патрону торопиться я как бы не тороплюсь не надо мне там сразу там за полчаса там целую целый мешок там патроны зарядить в свое удовольствие сидишь просто заряжаешь и все уже точно будешь знать что при выстреле у тебя не будет закусывать патрон ну а далее после поедем на природу попробуем постреляем посмотрим какая кучность у таких моих заряженных как я заряжал патроны проверим кучность самой дроби поехали ну первым делом надо конечно поставить живело сам капсуль сейчас вам покажу фотографию какую я применяю вот такая вот маркировка кв 209 они прям плотно плотно заходят приходится даже сильно дожимать их так ну давайте начнем для вас заряжу покажу как заряжаю я один патрон зарядим значит у меня есть мерка уже можно сказать рука набита я уже знаю сколько засыпать чтобы было 1 и 7 вот такая мерка пластмассовая значит весы ставим обратно если по нулям по мне так удобно прямо сами весы насыпать некоторые ставят сюда обнуляют но у меня быстрее получается когда я засыпаю весы 1 и 8 это много чуть-чуть уберем вот 1 из 7 дальше я засыпаю на листок и потом сам патрон дальше вставляем наш пыш-контейнер и обычно пальцем этого хватает мизинцем чтобы сидел сидела плотно дальше у меня уже насыпана дробь уже навеска готова засыпаем патрон так вот засыпали 36 граммов здесь значит такая дальше фишка конструктивная как я и говорил пыжи я покупал 200 штук в пакете это добавочные пыжи это древесные осаленные вот собственно сам пыш он похож на какой-то кусочек стекловатый мягкий очень-очень нежный я значит добавляю м сверху сюда вставляю для уплотнения самой дроби он как раз за что он сильно мягкий как раз он повторяет нижнюю часть дроби повторяет форму дроби то есть у вас пыж будет ровно сидеть ну еще плюс к этому я добавляю уплотнительную такую картонную заглушку и причем их две штуки надо две штуки добавляю все у вас прям все плотненько и хорошо и хорошо уплотняя тут именно таким макаром ну друзья практически патрон готов осталось его закатать все патрон готов но еще одну конструктивную фишку вам покажу это применение лака прозрачного быстро сохнущего значит у здесь вот промазываем само живело это для того делается чтобы если не сильно плотно живело сидит чтобы влага туда не попадала при допустим сырой погоде мажем даем высохнуть потом подписываем сверху ну друзья я дал подсохнуть лаку значит промаркировал это номер дроби и навеска дроби 36 граммов это удобно тем что когда у вас в подсумке вот так вот стоят патроны уже сверху видно номер дроби и навеску уже знаете что это за патрон еще вот скажем так вот эта древесная заглушка то что она пропитана и картонная заглушка вот здесь она темнеет вот это вот со временем потом потемнеет и приходится дописывать маркером номер дроби обычно здесь пишу такие вот конструктивные фишки но друзья показала как я заряжаю лично патроны вот столько зарядил вот это значит магазины я прошлом году их применял это вот азотовские сибирь и еще просить значит такие у меня патроны застревали это обычные патроны срывали затворники значит единственные мне понравились патроны это фирма фетр для моего ружья это минимальный полумагнум полумагнум магнум те у меня не застревали ну и сейчас мы поедем посмотрим как ведут себя эти патроны будут они застревать или нет поехали ну давайте попробуем сделать один выстрел это тройка навеска 3 граммов вон там я картонку повесил будем проверять кучность посмотрим сколько дробин попадет из 36 граммов дроби 35 метров отчитал шагами правда делаю первый выстрел все идем читать сколько дробинок попало и посмотрим кучность не густо конечно попаданий 1 2 3 4 5 6 7 8 значит скорее всего целился не так как надо надо брать чуть чуть повыше если у себя вдруг пролетела низом надо чуть гулять повыше сейчас попробуем еще один выстрел сделать так же тройкой 36 навеска потом еще попробуем пятеркой дробью пятерочкой ну а дача такая нормально кстати хотя навеску делал 1 и 7 граммов как полагается порохом сунар пойдем смотреть сейчас взял немножко повыше вот в эту сторону ну опять не густо попадание 1 2 3 4 надо походу метиться еще ниже ну как бы так сейчас посмотрим еще один выстрел сделаю третий контрольный сейчас попробую еще немножко пониже как обычно стреляют вот говорят охотники стреляй в лапки то есть получается при выстреле у тебя ствол еще буквально долю секунды подымает вот и как будто у тебя получается если ниже стрель ниже метишься у тебя еще и запас при поднятии ствола у тебя должна дробь лететь цель стреляем нижние лапки ну вроде попали ну вот правильно говорят охотники когда целишься в нижние лапки если допустим утка сидит сидячую и попадание намного лучше вот дробь кучность как бы так скажем средняя считаем попадание с третьего выстрела ну в принципе хороший результат 30 дробинок можно практически сказать вот ну как скажем кучность прям не такая суперская но ну допустим возьмем утка селись небольшой ну примерно ширины коробки то есть в него попадание сто процентов будет то есть у дичи шансов не будет выжить я считаю я зарядил нормально патроны достойно так что лучший вариант это брать намного ниже утиной лапки и будем попадать ну в общем скоро весновка я протестировал патроны вылетают ничего не закусывают будем использовать вот скоро буквально через две недели ну три недели будет весновка отправимся на водоплавщик возможно еще поедем на гуся 21 раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять десянадцать тренадцать шесть раз двадцать квадрат двадцать один ну одна дробинка подлетела вот и все ну что в центре ну практически да практически в центре Одна в голову, одна в туловище Одна в голову, одна в туловище Одна в голову, одна в туловище Вот еще одна Отметим? 100% То есть если будет туловище Она будет гораздо в голову и в туловище Тоже есть Ты понимаешь? Так что я стреляю нормально Так, короче На, подержи-ка Читай Так Война Война 21 Хочется, чтобы сюда было Побольше Ну, подожди Есть попадания Сейчас попробуем Азотовскими патронами встрельнуть Зарядил два патрона При первом выстреле Сейчас посмотрим, вылетит он или не вылетит Просто часто бывает, что они застревают здесь То есть он там в патроннике остается 35 метров Как я и говорил После первого же выстрела Вот они, застревают уже Короче, патроны азотовские Не подходят к пятизарядке Может быть для двухстволки хватает Вот азотовскими пробовал Профи, Хунтер Профи Тоже не о чемные патроны Конечно, вот Что это, вот будет Вариант пострелить Все Ну, достреляем Еще один патрончик есть И посмотрим кучность Вот, еще раз Такая же хрень Тоже опять застрял Все Лично я посчитал, что для меня такие патроны Не нужны Буду заряжать сам Пошли Ну вот, друзья Кучность, конечно, здесь нормальная Потому что пятерка, больше дроби насыпана Короче, считать не будем Я сделал последние два выстрела Ну, ладно, посчитаем только по-быстрому Где мой маркер Ну, кучность нормальная Прям всю картонку облепила Ну, правда, это с двух выстрелов Блин Сибирь азотовские, 32 грамма навеска, в принципе кучность обалденная, ну практически 90, сколько я там насчитал, 90, ну короче больше 90 дробинок попадает, вот, стреляет кучность хорошо, но застревает в моем ружье, все равно я такие патроны брать не буду. Ну вот друзья, давайте я подведу чисто для себя итог, получается магазины как бы неэффективные, они застревают лично в моем ружье, но у них кучность как бы получше, да, это вот пятеркой стреляли, остатки у меня остались пятерочкой. Вот, свои самозаряды тройкой 36 граммов и 32 граммов, вот я стрелял, вот у меня Наташа стреляла, тоже попадала, тоже эффект есть, ну как бы скажем так, что кучность меньше, немножко поменьше, но пороховой заряд очень хороший и отдача такая нормальная, то есть сила полета дроби намного быстрее, чем недосыпанных магазинных патронов. Ну и сейчас мы еще дожарим сосиски, покушаем, на природе вот вырвались пострелять и отправимся домой. Ну все, друзья, подписывайтесь на канал, кому было интересно и кому был полезен, оставляйте комментарий, лайк обязательно и напишите, какими вы патронами пользуетесь, ну и какие у вас ружья. Для себя я сделал такой вот вывод. Ну и все, друзья, всем пока, всем счастливо, до следующих рыбалок и охот. Субтитры сделал DimaTorzok